Я пришел в этот бизнес за свободой, я хочу реально пассивный доход. Я хочу действительно выстроить организацию, которая будет кормить меня всю мою оставшуюся жизнь, и это реально, потому что мы говорим о потреблении продукта, и сейчас вы это поймете. Как я это показываю? Итак, мы занимаемся темой воды, темой правильного питания, и на следующий день любой человек, который должен задать вопрос, как ты считаешь, тема воды и питания в будущем, допустим, в этом 10 лет, будет актуальна? Любой нормальный человек скажет, да, конечно, а теперь представь себе, если это будет актуально, и если это действительно имеет смысл быть, может быть стать в этом профессионалом и действительно обучиться это подавать и создавать товарообороты. Причем в любой точке мира, куда бы ни поехал, я знаю, что есть люди, которые хотят пить хорошую воду, которые хотят быть здоровыми, молодыми, красивыми, стройными, которые хотят быть успешными и счастливыми людьми. И по факту это правда. И если вы обладаете этими навыками подачи информации, поверьте, в любой точке мира вы будете востребованы. Что для себя я нашел, моя история, я разобрался в этом, я вот увидел, как это работает. Есть рынок. Возьмем, давайте, рынок мировой и поделим его на три части. Это от 0 до 100, это общее население людей в мире, это от 0 до 15, делим на блоки, до 50, и мужчины и женщины. И теперь вопрос, как ты считаешь, кому нужна вода и здоровье? Человек говорит, ну, наверное, всем. Я говорю, правда, это правда, и всем это действительно нужно. У меня потенциальный рынок практически около 8 миллиардов людей на земле. И моя задача на этом рынке создать свой бизнес. И в любом случае просто вопрос моего желания. Дальше. Я с человеком общаюсь и показываю ему глубину этого всего. На сегодняшний день 70% людей в официальную медицину не верят и люди уже понимают, что лечение к здоровью не приводит. Если вы смотрите это видео, скорее всего, вы это уже понимаете. 20% людей еще сомневаются, у них есть свои стереотипы, наложенные годами. И 10% это сами врачи, которые не знают, что делать со своими же болезнями, которые лечат. То есть, да, это понятно. Вот эти 70% людей от официальной медицины отошли, но они уже готовы платить деньги за то, чтобы не разваливаться и не болеть. И они инвестируют в свое здоровье деньги. Это массажисты, это спортзалы, это косметологи, это эко-лавки, это биопродукты. Об этом можно очень много говорить. Это реально тренд. Причем это уже не модно, это уже необходимость. Дальше. Это как идея. Теперь смотри. Я показываю 10 лет последних. Или возьмем 2000 год, до 2015 года возьмем этот отрезок времени. То есть, да, это что? Это тот момент, когда эта индустрия, индустрия Веллнес начала очень серьезно развиваться. То есть, да, и мы проговорили только что те направления, которые очень сильно выросли в этой сфере. То есть, в 2000 году, интересно мне было мнение успешных людей мирового имени, мирового значения узнать и увидеть. Это Пол Зейл Пинзнер, который написал книгу «Следующий триллион». Он написал эту книгу в 2000 году, где он предсказал, что в 2010 году рынок Веллнес принесет следующий триллион товарооборота на рынке Америки. То же самое произошло и во всем мире. Это очень просто. Можно взять, посмотреть, покопаться в этой информации. Дальше. Если рынок Веллнес развивается, если он растет, если это работает, если есть идея питания, если есть концепция здоровья, которая есть у нас в компании, она реально уникально работает. И это, кстати, в мире ценится. Пошаговая инструкция контроля качества здоровья, а не просто хаотично что-то пить. Люди готовы за это платить деньги. Согласен? Ну, наверное, есть такие. Окей, если есть, предположим, теоретически это работает. Дальше. Есть компания. Компания Coral Club International, 38 стран мира с сертификацией продукта и доставкой продуктов в 189 стран. Есть потребители. Потребители всегда были, есть и будут. Люди искали здоровье, ищут и будут его искать. Учитывая то, что за последние 20 лет рынок питания поменялся, еда ухудшилась, качество продукции ухудшилось, мы об этом с вами говорили, потребителей будет все больше и больше потенциальных, причем в разных возрастных категориях. Люди есть. Дальше. Есть я. Я предприниматель. Да, представьте себе, сейчас я рисую от своего имени наложить на себя то, что я говорю вам, и вы поймете, как это может быть для вас приемлемо. Поэтому мне было всегда интересно не покупать дешевле, продавать дороже, допустим, с 20% скидкой. Я не хочу бегать, продавать и уговаривать. У меня есть продукт, который является самым потребляемым продуктом в мире. Мы сейчас говорим, давайте просто о воде поговорим. Моя задача научить человека пользоваться продуктом. Если я научу человека пользоваться продуктом хотя бы один раз, и он понимает ценность этого продукта, я ему не нужен, но я буду получать процент всю свою оставшуюся жизнь. То есть, грубо говоря, это и есть пассивный доход, и тут как раз важно то, какой продукт вы продвигаете на рынке. Для меня это было важно, потому что я когда-то услышал фразу, что те, кто занимается водой, никогда бедным не будет. Дальше. Если есть я, если пришла ко мне, допустим, Вероника, девушка, которая действительно понимает в сфере здоровья. Я говорю, Вероник, смотри, я могу делать дисконтный номер напрямую в компании, как дисконтная карточка в любом супермаркете или магазине, Nike, Adidas, неважно, о чем мы сейчас будем говорить. Тебе комфортно, как потребителю, когда ты будешь пользоваться продуктом? Она говорит, ну да, комфортно. И моя задача в данном случае, чтобы человек получил результат по продукту, чтобы ему понравилось. Когда человеку понравится продукт, причем неважно в какой сфере, он по-любому делает бесплатную рекламу, за которую, кстати, как правило, никто не платит. В данном случае вы создаете товарооборот на базе ваших друзей, партнеров, потребителей, людей, которые просто увидели, как вы поменялись внешне и спросили, а что ты делал? Вы говорите, слушай, я не продаю продукт. Вот магазин компании, я могу вам сделать реферальный код. Вы будете пользоваться напрямую в компании. Комфортно? 100% комфортно. Но вы, не понимая даже, что даже если вы занимаетесь бизнесом, или человек, который пришел в вашу организацию, не понимая, что он в бизнесе, он уже сделал рекламу и создал товарооборот. При этом всем я показываю человеку, представь себе, я не вкладываю денег больших, да, то есть мое вложение в бизнес – это вложение в продукт, в мое здоровье. То есть если мне нравится продукт, это мои дети, мои родители и мои друзья, которым я посоветовал. Я не занимаюсь сертификацией, логистикой. У меня нет вопросов с налогообложениями. Я могу вынести свой бизнес в любую точку мира. У меня нет вопросов с пожарниками. Как правило, люди сталкиваются с этим направлением. У меня нет вопросов с бухгалтерией. У меня есть личный кабинет на сайте компании BackOffice, который у меня всегда в телефоне, мой бизнес в онлайне. Я могу контролировать, будучи на отдыхе, будучи сидя даже в трамвае, грубо говоря, если у вас еще нет автомобиля. И у меня нет границ в этом бизнесе. На сегодняшний день интернет-ресурсы стерли все границы. А теперь представь себе, если у меня это все есть как у предпринимателя, если у меня есть модель, как это работает, я тебе покажу, откуда берутся деньги. Смотри, есть я. Я в одиночку миллионную эту работу создать не могу, если мы говорим о больших целях, о большом бизнесе. Мне нужны для этого партнеры. Согласен? Согласен. А теперь представь себе, я тебе научил зарабатывать деньги, создавать товарооборот. Я тебе помогаю. Тебе это выгодно? Человек говорит, конечно, да. И мне это выгодно. Грубо говоря, я занимаюсь передачей франшизы знаний между частными лицами. Это то же самое, как купить франшизу Макдональдс за миллион долларов и отбивать ее кучу лет. Здесь мне этого не нужно. Я в этом плане полностью свободен. При этом все. Если мы говорим о доходе 10 тысяч долларов, мне легко считать эту сумму денег. Я знаю, что это такое. 10 тысяч долларов, чтобы зарабатывать, нужно создать товарооборот 100 тысяч. Примерно так в средний товарооборот, который в любом бизнесе дает такой доход. Теперь смотри. Это тысячу человек, которые пользуются продуктом на 100 долларов в месяц. Или семей. Да, тысячу семей по 100 долларов – это товарооборот 100 тысяч. 100 тысяч товарооборот – мой доход. В среднем 10% я получаю от товарооборота на руки мой доход от компании. Причем потребитель доволен, он здоров, он ходит в магазин, покупает продукт. Компания развивается, увеличивает свои товарообороты. И компания делится со мной бонусной частью. Грубо говоря, win-win. По кругу всем выгодно. Система win-win – это то, что имеет будущее, то, что имеет бесконечный процесс. Но, один момент. Тысячу людей, тысячу семей найти в одиночку тяжело. Согласен? Согласен. То есть командная работа всегда была более эффективна. И это все прекрасно понимают. Пятером – это проще. Человек говорит – да, конечно. И моя задача – открыть, грубо говоря, сеть магазинов, сеть заправок, сеть ресторанов. Только в данном случае это частные лица. То есть 5 на 5 – 25 плюс вот этих вот 6 человек – это 31. 31 человек, которые найдут по 33 семьи и умножить это на 100 долларов – это будет та же формула 100-тысячного товарооборота. Если тебе интересно, разберись, посмотри, вникни, что за продукт, что за компания, как выстроена сеть, логистика, доставка и как ты можешь изменить качество своей жизни. А самое интересное – вопрос для меня и для вас, где мы с вами будем через 10 лет в будущем. Потому что жизнь начинает меняться тогда, когда мы начинаем смотреть в будущее.